Взгляд что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время 4 марта 2019 года, 11.6 фото Текст Алексей Эмпилогов Гигантское газовое месторождение Гранинген, расположенное в Нидерландах, иссякло Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии Как происходящее выглядит с точки зрения России Согласно годовому отчету голландского национального газового оператора ГАШ ТЕРРО Нидерланды в 2018 году впервые с начала 1960-х годов стали чистым импортером природного газа Это связано с глобальным истощением месторождения газового бассейна Гранинген Который был открыт на дне Северного моря еще в 1959 году А введен в промышленную эксплуатацию в 1963-е Отмеченный в отчет и конец газа в Нидерландах Лишь часть общеевропейского процесса истощения угольных, нефтяных и газовых месторождений К 2018 году единственным европейским экспортером нефти и газа осталась Норвегия, а угля Польша Все остальные европейские страны, за исключением стран СНГ, уже перешли к импорту минеральных топлив А общий энергетический дефицит Европы достиг в 2017 году громадной цифры в 760 миллионах тонн нефтяного эквивалента ТНЭ Что составляет около 45% от общего потребления первичной энергии в Евросоюзе 1689 миллионов ТНЭ Согласно данным статистического отчета BP Energy Outlook 2018 Уже в ближайшем будущем Европе надо будет радикально наращивать импорт природного газа, так как все проекты возобновляемой энергетики не позволяют заместить выпадающие объемы энергии минеральных топлив Европа Взгляд с высоты птичьего полета Население Европы, в рамках ЕС, по состоянию на 2017 год составило около 512 миллионов жителей Если к этой цифре добавят еще и ряд мелких, не вошедших в ЕС стран в Скандинавии, на Балканах и в центре Европы, то мы выйдем на цифру в 550 миллионов Это составляет около 40% от нынешнего населения Китая, самой населенной страны мира Кроме того, Европа наряду с Индией, Нигерией, Индонезией, Востоком Китая и побережьями США и Бразилии – это один из наиболее заселенных регионов мира Европейский Союз является третьим по величине потребителем первичной энергии в мире В 2017 году энергопотребление ЕС составило 1689 миллионов тне, что эквивалентно 13% мирового потребления первичной энергии Исторически потребление энергии в ЕС на душу населения было максимальным перед началом кризиса 2008 года и составило 3,71 тне в 2006 году Это достаточно высокий уровень Для сравнения, в Китае в 2017 году, несмотря на его долю в 23% от мирового энергетического пирога и первое место по общему потреблению энергии, удельное ее потребление составило лишь 2,14 тне Выше, чем в Евросоюзе, энергопотребление лишь в США – 6,87 тне на душу И в традиционно потребляющих большое количество тепловой энергии в северных странах, например, в России – 4,83 тне, и Канаде – 9,5 тне Эта величина имеет весьма выраженную дифференциацию по странам Если для Германии в 2017 году этот показатель составлял 3,86 тне, для Франции – 3,61 тне, то для Великобритании – 2,72 тне, для Польши – 2,71 тне, для Португалии – 2,23 тне, а для Румынии – 1,69 тне Что весьма неплохо отражает разницу в уровне жизни и в подушевом ВВП разных стран Евросоюза Таким образом, к настоящему времени Европа прочно сидит на газовой, нефтяной и угольной иглах, каждая из которых вполне может быть внезапно отключена Например, в связи с резким изменением международной обстановки Для Европы такое отключение приведет не только к экономическому кризису, но и к радикальному слому существующего миропорядка Ставшего привычным за два прошедших золота их века Европы, когда этот субконтинент купался в энергетическом изобилии Для России же это означает, что на своих западных границах она имеет второй Китай по населению и уровню потребления энергии Который вряд ли добровольно откажется от созданного за тучные и ха-ха века экономического, социального и культурного уклада Газовая пауза закончилась, расходимся, как бы не так Газовый дефицит, который возник в Европе еще в начале 1970-х годов и окончательно оформился в постоянный фактор к середине 1990-х Можно уже воспринимать как хроническую болезнь, выхода из которой для Европы не видно При этом, на первый взгляд, с таким существенным газовым импортом можно вполне комфортно жить, ведь общеевропейская недостача газа составляет лишь около 180 миллионов тне, в то время как дефицит нефти достигает 480 миллионов тне в год, а еще на 120 миллионов тне импортируется угля Проблема газового дефицита Европы и на это его постоянный и теперь уже слабоуправляемый рост Кроме падения собственной добычи европейского газа, наглядным примером чего является исчерпание голландского бассейна Гранинген Вторым фактором роста газового дефицита является практически запрограммированный переход Европы к более значительному потреблению голубого топлива Для начала этот процесс задается сразу несколькими энергетическими инициативами стран Евросоюза В частности, можно упомянуть планы Германии об отказе от угольной генерации вдобавок к уже однозначному отказу от использования АЭС Нужно вспомнить провальную французскую эпопею с переходом на атомные реакторы ФО, поколение, которое, хотя и счастливо закончилось вводом в строй первого блока с новым реактором ИПА-1600 в КНР в конце прошлого года, тем не менее задала массу неприятных вопросов в части модернизации собственных французских АЭС Еще одним существенным фактором увеличения газового дефицита, как ни странно, является сама европейская энергетическая стратегия, которая подразумевает массированный переход на возобновляемые источники энергии, ВИАЭ, в частности ветер и солнце Проблема ветряных и солнечных ВИА в их непостоянстве Метеопрогноз не может гарантировать точное предсказание уровня генерации электроэнергии на ветряках и солнечных батареях, в силу чего поддерживать штаны возобновляемой энергетики приходится чуть ли не в реальном времени, в минутном графике Для этих цели угольные или атомные энергоблоки не подходят и к генерации меняют в часовом или даже суточном графике А вот газовые турбины оказываются практически идеальным дополнением к ВИАЭ, так как могут стартовать или останавливать свою генерацию практически мгновенно Как следствие, внезапно оказывается, что природный газ еще живее всех живых, планировавшийся в качестве газовой паузы краткий период между нефтяной эрой и торжеством мирного атома и термоядерной энергии явно затягивается И Европа оказывается в положении газовой пачерицы, не имеющей толкового газового наследства в своих недрах при немалых аппетитах по-прежнему ходить на баллы в хрустальных туфельках устроенной и богатой жизни Ну а теперь цифры Чего же можно ожидать в самое ближайшее время, в перспективе 50 лет, на европейском газовом рынке? Согласно большинству оценок, потребление газа в Евросоюзе к 2025 году дотянется до 500 млрд кубометров в год, а для Большой Европы может перешагнуть отметку в 550 млрд кубометров К 2022 году в рамках инерционного сценария импорт природного газа Европы увеличится до 290 млрд кубометров газа в год, что соответствует относительному росту на 45% Как-то обуздать рост импорта не получается, за тот же самый период По самым консервативным оценкам, внутри самого ОС исчезнет около 36 млрд кубометров газа, в первую очередь за счет исчерпания старых месторождений Нет надежды на последнего европейского экспортера природного газа Норвегию Эта страна вот уже несколько лет балансирует на плато добычи в 117 млрд кубометров газа в год, и каких-либо новых месторождений нет и в помине Единственный крупный перспективный газовый объект в распоряжении Норвегии это так называемый свод Феденского, который расположен в серой приграничной зоне шельфа Баренцева моря, разграниченной по соглашению России и Норвегии в 2011 году Однако согласно тому же договору приступить к разработке свода Феденского без участия России и Норвегии не может Впрочем, даже в случае успешного освоения этой структуры, чьи запасы могут оказаться даже больше запасов штокмановского месторождения, Норвегии и России потребуется не один год для создания газодобывающего комплекса в высоких широтах Фактически в распоряжении Европы ЕС остается лишь один надежный поставщик природного газа, который может быстро нарастить объемы экспорта Российский Газпром Сомнений в этом нет практически никаких В 2015 году Газпром поставил в Европу и Турцию 159 миллиардов кубометров газа, а уже в 2017 году объем российских поставок перевалил за 192 миллиарда кубометров Конечно, какую-то долю смогут обеспечить и российские и американские поставки жиженного природного газа, СПЭГ, но этот газ принципиально дороже трубопроводного Такой рост сразу же отразился на загрузке экспортных трубопроводов Если еще в 2016 году основные российские экспортные мощности, по данным сайта transparency.intsog.eu, были загружены на 65%, то к 2017 году их загрузка поднялась до 75% В 2018 году и вовсе произошло показательное чудо Через трубопровод Северный поток при его номинальной мощности в 55 миллиардах кубометров газа в год Газпром прокачал 57 миллиардов кубометров Как говорил известный персонаж шуточного российского фильма, жить захочешь и не так раскорячишься Европе предстоит интересное десятилетие, уже в конце этого года официально истекает договорный украинский транзит, вокруг Северного потока 2 и идет постоянная политическая возня Американский сланцевый газ все никак не доплывет до Европы В общем, нынешний газовый дефицит это пока что зорница перед настоящей бурей Текст Алексей Эмпелогов